Добрый день! Итак, как приготовить майонез в домашних условиях? Ну, это достаточно часто задаваемый вопрос, и мне стало, наконец, самому интересно, как это можно сделать. Считается, что для его приготовления нужны какие-то там сверхспособности, но мне кажется, что ничего в этом страшного нет, и мы сейчас попробуем в этом убедиться. Что, собственно говоря, нужно будет нам для приготовления домашнего майонеза? Нам понадобятся яйца, растительное масло, уксус или лимонный сок, но у меня лимонного сока нет, я использую уксус, да? Сахар и горчица, но так как у меня аллергия на горчицу, я ее добавлять не буду, просто потому что я иначе даже попробовать не смогу сказать, что это, допустим, вкусно или невкусно, да? Ну, по желанию. Кто-то будет добавлять, кто-то не будет. Ну, в общем, начнем, помолясь. Важно, чтобы яйца и вообще все ингредиенты были одной температуры, лучше, конечно, комнатной. Кто-то считает, что для приготовления майонеза можно использовать яйца целиком, я с этим не согласен и хочу попробовать использовать исключительно желтки. Для этого, соответственно, мы берем промежуточную миску, куда мы будем разбивать яйца и оттуда извлекать белки. Так, мы берем яйцо, разбиваем его и желток у нас вытек. Караул и швах. Итак, мы берем промежуточную миску, берем яйцо, разбиваем его и выливаем сюда. Далее мы берем бутылку пластиковую и, как я уже показывал, отделяем желток от белка. Желток выкладываем себе. Белок выливаем. Берем другое яйцо. И проводим эту процедуру еще раз. Вот у нас лежат желтки, с которыми нам и предстоит сейчас работать. Теперь к яйцам, точнее к желткам, мы добавляем одну ложку сахара, чайную ложку сахара. Он нам больше не нужен. И одну чайную ложку соли. Соли нам тоже больше не нужно. Далее мы берем погружной блендер и это все тщательно перемешиваем. Белок, придя. Белок, придя. Продолжение следует... Вот мы в принципе подготовили желтки, масса однородная, теперь нам нужно добавить растительное масло. На два желтка ориентировочно рекомендую 350 грамм масла. Причем, это важно, масло заливать нужно очень медленно, то есть лучше всего по одной чайной ложке и с постоянным перемешиванием. Пробуем. Возьмем столовую ложку и будем по одной столовой ложке заливать масло в наш майонез. Аплодисменты. 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 Субтитры сделал DimaTorzok В тот момент, когда примерно половину масла вы уже влили, можно заменить блендер на обычные венчики от миксера и продолжать работать уже миксером на малых оборотах. Еще удаливаем масло. И продолжаем работу по доведению нашего майонез-дума. Мы к маслу все добавили. Пока консистенция на вид странная, по цвету тоже. Перемешиваем на маленькой скорости до того момента, как масса начнет густеть. Как только она начнет густеть, увеличиваем скорость.